Здарова, комрады! Сегодня будет достаточно важное видео, но оно будет упрощённое. То есть это видео для совсем-совсем новичков. Ну, не прям, возможно, совсем зелёных людей. Но, тем не менее, это видео будет, ну, я постараюсь, во всяком случае, его сделать достаточно лёгким, чтобы вы могли отправить его, например, своим родственникам, родителям или более старшим товарищам, которые не совсем понимают, как хранить информацию, для чего это нужно, и вот всё, что находится вокруг этой темы. Но мы с вами, правда, упустим один очень важный момент, но потом, скорее всего, вернёмся к нему в уже другом видео. Я имею в виду про защиту информации. Это совершенно другой аспект. В этом видео мы будем касаться только хранения. То есть это то, что позволит нам не потерять определённую, там, важную информацию или неважную информацию. Ну что ж, давайте начнём. Прежде всего, я хотел бы начать, знаете, с чего? С очень интересного вопроса. Потому что, когда я вот на прямых эфирах или в Телеграме мы общаемся с людьми, то зачастую я слышу такие вещи, как, типа, зачем вообще заморачиваться хранением информации, когда мне особо-то нечего хранить? Ну то есть люди начинают приводить такие примеры, когда там кто-то не ездит, например, в отпускание, делать какие-то фотографии или просто говорят, а зачем хранить вот эти вот кучи гигабайты фотографий из каких-нибудь там пьянок и вот это вот всё. Что невольно наталкивает меня на то, что люди совершенно не понимают, в какую эпоху мы находимся и зачем вообще нужна информация, то есть что она из себя представляет. Для большинства людей это обычно просто какие-то обычные фотографии. Однако мы живём в 2021 году, в случае вот на момент записи этого ролика. И знаете что, у нас всё сейчас переходит в цифру и мне, наверное, даже не надо про это говорить, вы все это прекрасно понимаете. Что можно хранить? Давайте я вам перечислю те вещи, именно информационные, которые хранятся в цифровом виде, которые могли бы вам помочь и которые бы стоило бы защищать, сохранять и смотреть за ними, чтобы они никуда не пропали. Те же самые фотографии. И казалось бы, все эти люди, которые говорят, что я не езжу в отпуска, я не сохраняю всякие пьянки, мне не нужно хранить никаких фотографий там с моей семьёй, детьми или что-то типа того. Вроде бы вполне валидное утверждение. Однако есть одно но. Если вы вдруг, не дай бог, куда-нибудь попадёте в передрягу, эти фотографии могут сохранить вам свободу. К примеру, это вот один из тех случаев, когда лучше бы у вас все фотографии сохранились. Когда вы идёте, я не знаю, в каком-то торговом центре и снимаете свою там подругу или друга, или мужа, или детей, а в это же время происходит, например, опять же, никому не желая попасть в такую ситуацию, но такие ситуации случаются регулярно. Случается преступление, убийство, кража или что-то такое. По вашим фотографиям, во-первых, можно восстановить порядок дел, возможно, там кто-то попал на эту фотографию из каких-нибудь преступников, либо создать вам, скажем, алиби, по которому вас невозможно будет привлечь к ответственности. Вот эти вот фотографии, которые вы сделаете, докажут, в каком месте и в какое время вы точно были. Вот почему-то про вот такие вот нюансы никто почему-то не задумывается, что эти фотографии могут спасти вам свободу. Также, например, неплохо было бы сохранять скриншоты. Эти скриншоты могут касаться проводимых каких-то транзакций в интернете. Вот, например, та же самая криптовалюта. Я уж не говорю про сами кошельки даже с криптовалютами, это совершенно уже другая тема. Все это в скриншотах лучше бы у вас было, чтобы вы потом не вспоминали какие-то номера, какие-то договоры, номера транзакций, время, что очень важно, потому что в скриншотах вы всегда можете посмотреть время создания точного файла или обвинить кого-то, что он скажет вам, что не получал платеж, а на самом деле он получал. Все это может сыграть вам только на руку. Естественно, в нашу жизнь также входят цифровые чеки. Их тоже желательно всех хранить у себя, сохранять и копировать. Ну, здесь, наверное, я думаю, все понятно. Если ты сохранил чек, то ты всегда можешь доказать факт оплаты. Естественно, все это должно храниться лично у вас, а не у какого-то там провайдера почты, либо, не дай бог, тем более у того человека, который выпустил вам этот чек. Если это заинтересованное лицо, соответственно, такого рода информацию доверять ему нельзя. Наверное, самый все-таки важный нюанс – это хранение такой информации, как пароли в зашифрованном виде. Если вы еще не используете какой-то надежный менеджер паролей, я вам настоятельно рекомендую. Об этом будет, наверное, отдельное видео. Но, тем не менее, пока что я хотел бы, чтобы вы просто запомнили, что все пароли можно экспортировать в отдельную зашифрованную базу данных и хранить ее везде. Это позволит вам делать огромные, сложнейшие просто пароли для любого сервиса. Особенно это важно, конечно же, для интернет-банкинга, для какого-то там брокерского счета, да даже и для всего остального. Те же почтовые ящики, к которым у нас привязаны практически все сервисы. То есть, если ты владеешь ящиком как определенного пользователя, ты можешь восстановить вообще все его аккаунты, сломать и переназначить пароли через его почту. Поэтому, например, почта должна быть просто максимально секьюрной. Если там позволяет сервис сделать 25 знаков пароль, делайте его 25 знаков. Потом сохраняете в ключницу и используйте эту ключницу для безопасного ввода паролей. Опять же, отдельное видео, как это делать. Но сам факт, то, что базу данных этой ключницы нужно хранить максимально безопасно и бэкапить как можно в большее количество мест, это, я думаю, должно быть прекрасно понятно. То же самое касается, кстати говоря, и сканов реальных документов. То есть, если вы идете в какую-то структуру, или вам, например, пришла платежка по какому-то счету, вам стоило бы все это заархивировать. То есть, возьмите телефон, сфотографируйте все эти документы в цифровой вид и складируйте у себя на компьютере. Сейчас это не очевидно, потому что мы привыкли все к бумажным документам и вроде как мы можем их сохранить, но представьте, пожар и вы лишаетесь вообще всех документов. Абсолютно. Короче говоря, я надеюсь, что я хотя бы отчасти, но убедил вас, что имеет смысл сохранять таких на самом деле типов данных дофигища. Окей, а теперь мы с вами перейдем непосредственно к контенту. Есть одно правило, которое знают практически все, ну, надеюсь, что знают все прекрасно админы. И это же самое правило, вообще-то неплохо было бы знать каждому человеку, который работает с хоть какими-то цифровыми данными или хранить какую-то библиотеку, чего-либо. Правило звучит очень просто. Если у тебя нет информации в трех разных местах, у тебя этой информации нет. Вроде бы все очень просто, но если вы обдумаете эту фразу, то у вас, скорее всего, возник вот один вопрос. А вот эти вот места, это вообще что? Что это за три места, в которых нужно хранить информацию? И тут уже давайте разбираться, потому что не все так просто, как может показаться с первого раза. Здесь, правда, маленький дисклеймер нужен. То, что я сейчас далее скажу, это мое личное мнение. То, как я представляю себе процесс хранения информации. Вы можете с ним не соглашаться. Если вам есть что добавить, напишите в комментариях. Мы сделаем какую-то вторую дополненную часть. Что самое важное для понимания в этой фразе? Вот эти вот самые места, это ни в коем случае не разные места внутри одной машины. То есть компьютер, телефон, не суть важного. Потому что большинство людей, которые вообще мало общаются с техникой, с электроникой, они это понимают так, что вот я сейчас возьму, включу компьютер, возьму один файл, сделаю Ctrl-C, Ctrl-V, то есть откопирую его три раза, запихну диск C, там, программ файл, потом в документы и в картинки. Вот у меня хранится файл в трех разных местах. На самом деле это, конечно же, не так. Почему не так? Потому что хранилища бывают разного типа. Давайте поговорим про эти самые три основных разных типа. Их на самом деле чуточку больше, но я для простоты этого видео буду немножечко утрировать. Итак, какие же бывают типы хранилищ? Это холодное хранилище, это горячее хранилище, облако и гибридные хранилища. Их, опять же, повторюсь, больше, но мы для простоты сделаем пока что столько. Итак, что мы относим к горячему хранилищу? Горячим хранилищем можно считать те диски, флешки, USB диски или, например, набортное хранилище телефона, которые всегда работают во включенном компьютере. Что это значит? То есть я включаю компьютер, у меня все диски в нем, они все работают одновременно, и, допустим, у меня USB жесткий диск подключен тоже к компьютеру. Это все горячее хранилище. То есть то, что работает тогда, когда мы включаем и работаем за компьютером. Естественно, в таком режиме у пользователя, у человека всегда есть доступ к этим носителям. Что значит холодное хранилище? Холодное хранилище — это то, на которое мы кладем информацию, потом выключаем, и оно у нас долгое время, ну, какой-то промежуток, хранится независимо от включен или выключен компьютер. К примеру, CD-диск, на который вы записали информацию, это холодное хранилище. Во-первых, с сидюшника нельзя его стереть, ну, если это не перезаписываемый, конечно, диск. И он хранится в тумбочке, условно. То есть, если мы работаем за компьютером, он у нас сгорает, информация остается на диске. То же самое касается, например, USB жесткого диска. Да, оно у нас было горячим хранилищем, мы его относили, когда он подключен к компьютеру, но USB-диск может быть и холодным хранилищем. То есть, если мы его вставляем, пишем на него какую-то информацию, потом вытаскиваем, и он у нас хранится в тумбочке. Это очень важный момент. Это не гибридный тип. Это как раз-таки тот тип, который может быть как горячим, так и холодным. В этом-то на самом деле и большая гибкость таких инструментов, как, например, USB жесткий диск. Потому что мы его можем как горячим использовать, так и в холодном режиме. Очень важный нюанс. Также к холодным хранилищам относятся, например, всякие флешки, типа не только USB-флешка. Кстати говоря, USB-флешка тоже может быть как горячей, так и холодной. Ну и туда, например, SD-карты относятся, компакт-флеш-карты, memory stick и вот это вот все. Но только, вот ключевой момент, только в том случае, если мы используем их в холодном режиме. То есть, вот берем, например, эту SD-карту памяти, записываем на нее информацию, кладем в тумбочку. Все, холодное хранение. Если у нас есть, например, ноутбук, в котором есть картридер, у нас вставлена постоянно туда эта же SD-карточка, то это уже будет горячее хранилище, потому что, если, например, какой-то вирус или хакерская атака захватывает наш ноутбук, SD-шка будет тоже скомпрометирована. То есть, ей нельзя доверять. Скорее всего, ну, грубо говоря, помните тот же самый вирус ванакрай, который криптовал все, что у вас было на компьютере. Естественно, все съемные носители в таком режиме будут закриптованы, если у операционной системы есть к ним доступ. Также есть облако. Ну, с облаком все понятно. Это всякие Google Drive, это Яндекс.Диски, это Мега, Дропбоксы и вот это вот все. С облаком есть один интересный нюанс, потому что, казалось бы, вот смотрите, какая ситуация очень интересная. У меня есть, скажем, какой-то вот ноутбук. На нем я храню важную информацию. Мне нужно ее куда-то копировать, чтобы с ней было все в порядке, чтобы повысить шанс на устойчивость этой информации от взлома, там, кражи, от хакерской атаки и все такое. Казалось бы, зачем мне облако? Потому что я теоретически, там, имея какого-нибудь кореша, возможно, дачу, возможно, я не знаю, жену, тещу, что угодно, комнату, квартиру с интернетом, я могу поставить теоретически туда какой-то компьютер, который будет работать как сервер и использовать его вместо облака. То есть у меня есть файл, я его сохраняю к себе на компьютер и он автоматически или в ручном режиме переносится туда, в другую квартиру, или там, дом, область, к другу, кому угодно. И все вроде как скопировано. Вот зачем, спрашивается облако, когда есть вот такое хранилище? И является ли вообще такое хранилище облаком? И ответ здесь нет. Облако это то хранилище, за безопасность которого отвечаете не вы, а профессионалы. Если у вас, например, есть профессиональный сервер, какой-нибудь корпоративный и так далее, и вот его можно считать за облако, потому что, скорее всего, там профессиональный админ, который сидит там на фряхе, на линуксе, на серверной операционной системе, который знает, как копируются данные, который знает, как заменяются жесткие диски, делается бэкап данных, и вот это вот все. На корпоративных вещах это все есть и давным-давно продумано. Если вы будете самостоятельно что-то ставить, какой-то домашний компьютер, домашний сервер, за него отвечаете вы, он не является облаком. И, конечно же, самый мощный инструмент для копирования и сохранения данных, это, конечно же, домашний сервер или нас. Для тех, кто вообще в танке и не понимает, что это такое, это, грубо говоря, еще один компьютер, который устанавливается у вас дома и работает как облако. То есть это мини-сервер, ну, может быть, макси-сервер, если вы его собираете сами. Он является гибридной вещью, потому что, как и USB-флешка, например, или USB-жесткий диск, эта вещь может работать как в холодном режиме, так и в горячем режиме, так и в режиме посередине. Потому что вот это настолько гибкий инструмент, что его очень сложно вообще переоценить. Мы поговорим про это чуточку позже, но просто надо понимать, что это та вещь, которая может стать действительно киллер-фичей вообще любой системы по копированию данных и сохранности ее, потому что она обладает безграничными практически возможностями в этом плане. Итак, вот мы определились. У нас есть три типа хранилищ. Но это не значит, что вам нужно использовать их всех, когда мы говорили ранее про три места, в которых нужно хранить файлы. Это значит, что вам стоит использовать по максимуму вот это разнообразие. Но совершенно не стоит возводить в догму то, что вот если у меня есть какой-то файл, который мне нужно сохранить, его нужно распихать по всем этим хранилищам. Поэтому я предлагаю перейти к практике и рассмотреть самые типовые решения системы хранения файлов. Причем мы затронем даже не только те, которые будут удачны, а те, которые используются больше всего и они неудачные. Окей, допустим, у нас есть какая-то информация, которую нам нужно хранить. Как я уже сказал в самом начале ролика, это может быть, что угодно, там документы, сканы паспорта, какие-то платежки, холодные кошельки для криптовалют, все что угодно. Здесь, правда, есть один нюанс, который я хотел бы порекомендовать вам вот именно от себя. Если вы собираетесь хранить информацию, то есть вы обычно думаете, каким образом. Вот у меня есть какой-то объем инфы. Я хочу ее хранить, скажем, в нас сервере. То есть вот у меня есть терабайт информации, соответственно, например, я покупаю жесткие диски, мне нужно несколько жестких дисков такого номинала или чуть больше, чтобы сделать зеркало из них, то есть чтобы файлы копировались сразу на все из них. Я бы рекомендовал хранить только ту информацию, которая реально важна. Если это какие-нибудь фильмы, какая-нибудь коллекция сериалов, то есть то, что не столь важно и есть все-таки в сети и скорее всего будет, я бы не стал бы тратить на это драгоценное место. На эти три диска из одного терабайта я бы положил только самые важные файлы, то есть домашние там фотографии, возможно, если кому-то это важно, документы, чеки, оплаты, кошельки, вот все туда на три диска, чтобы была избыточная копируемость, то есть избыточное количество информации. А на один большой диск я бы складировал все, что просто хочу хранить, но если это потеряется, ничего в этом страшного. То есть подумайте заранее об оптимизации вот этого пространства. Действительно ли необходимо сохранять вообще все файлы на многих копиях, потому что это может вылететь в копеечку. Хорошо, вот у нас есть информация, давайте перейдем непосредственно к схемам. Самая-самая распространенная схема хранения данных, и она же самая лузерская, просто трешняк. Это когда у нас есть какой-то компьютер, на его жестком диске положен какой-то файл, то есть он там в количестве одной штуки, ну потому что 2, 3, 4 на одном диске не имеет смысла делать. И для хранения копий этого файла у нас подключается USB диск, который постоянно подключен к компьютеру. По факту у нас получается два горячих хранилища. Так делать нельзя, вы потеряете все файлы в случае чего. Случись гроза, например, если у вас попадет какой-то разряд в компьютер, скорее всего он убьет и ваш внутренний диск, и USB диск. На самом деле в современных, конечно, материнских платах есть защита от этого, но она может сработать, может не сработать, может вообще, блин, поджечься блок питания, и у вас потеряется вообще вся информация. Конечно же, есть и вирусы, которые шифруют информацию, и в таком случае ваш диск тоже будет зашифрован. Переходим к схеме номер 2, но, к сожалению, она чуточку получше, но тоже лузерская. Это точно такая же схема, но в том случае, когда вот этот вот USB-шный жесткий диск, он отключается от компьютера. Это, конечно же, лучше того, что мы видели ранее, но, к сожалению, эта схема не попадает под наше самое главное правило хранить файлы в трех разных местах. Здесь у нас получается только один файл и его копия, то есть два файла. Допустим, если у вас происходит, скажем, не знаю, компрометация одного из компьютеров, ну, вот этот компьютер, который у нас указан на схеме, допустим, его скомпрометировал вирус, вы видите то, что этот файл, например, зашифрован или удален. Вы говорите, окей, хорошо, удаляете этот вирус, подключаете жесткий диск из тумбочки к компьютеру, пытаетесь перенести файлы и обнаруживаете, что у вас новые файлы тоже зашифрованы. В чем проблема? В том, что есть возможность того, что этот вирус заново заражает вашу систему. Например, если вы его стирали какой-то сторонней программой, которая не установлена на вашей компьютере. Ну, скажем, например, DrWebQR, это отличный инструмент, но он не защищает от вот таких действий. Более того, есть достаточно большой шанс, что если этот жесткий диск давным-давно хранился у вас на полке, там, год, два, может быть, полтора, и вы его подключаете, чтобы перенести на, там, очищенный полностью с переустановкой всей, там, операционной системы, подключаете, хотите перенести файлы на компьютер, а потом обнаруживаете, то, что система не видит этот диск. Ой-ой-ой, а что произошло? А дело в том, что если вы надолго положите жесткий диск с сохранимой информацией, у него есть некоторый шанс того, что из-за влажности, из-за старения или окисления, или просто из-за неправильных условий хранения он выйдет из строя, потеряв при этом всю информацию. В некоторых случаях ее можно восстановить, в некоторых восстановление невозможно, но сам факт очень неприятный. Скорее всего, у вас есть большие шансы потерять всю эту информацию, как раз таки из-за того, что это недостаточная избыточность копий. Рассмотрим принципиально другую схему, когда у нас хватает количества копий. Например, у вас есть один компьютер и на нем три жестких диска. Соответственно, вы располагаете копии на всех них и вроде все хорошо, но не тут-то естественно было, я думаю, вы прекрасно понимаете, так делать тоже не надо, потому что в случае компрометации компьютера все три копии файла будут скомпрометированы. Окей, теперь перейдем к чему-то более совершенному. Простое решение для домохозяек и обычных пользователей. Это когда вы используете два горячих хранилища и одно холодное. При этом надо уточнить, что в таких случаях не используйте синхронизацию, используйте ручной метод, то есть вручную перекидывайте файлы с устройства на устройство. Что это значит? Это значит, что у нас есть компьютер, на котором записаны файлы. У нас есть ноутбук, который с ПК никак не контактирует через провод и никогда к нему постоянно не подключен. И, естественно, какой-нибудь диск USB, это может быть жесткий диск, может быть флешка, может быть SD-карточка, если ее хватает, объема этого. Но это тоже будет холодный носитель. Ноутбук получается горячим, потому что даже если вы его не используете, то скорее всего, для чего-то он вам нужен, ну и вряд ли он просто так лежит в шкафу. То есть два устройства, которые вы используете, на них хранятся копии и еще одна третья копия хранится на удаленном жестком диске, который вы постоянно отключаете. Вот это самая простая схема, она несовершенна, но вот такой избыточности будет, в принципе, достаточно. Это приемлемая схема. Такая же схема, но несколько модифицированная, может тоже использоваться, если вы знаете, как и вам это удобно, когда вместо ноутбука вы используете, скажем, смартфон. Это достаточно валидная опция, но здесь, правда, я бы сделал от себя небольшую ремарку. Неплохо было бы, если у вас смартфон поддерживал, а большинство современных смартфонов поддерживает это шифрование внутреннего накопителя. Синхронизацию компьютера-смартфона сделать очень просто, но об этом сейчас в видео, конечно же, речи не пойдет, чтобы его еще больше не растягивать. То же самое, но чуточку лучше, и это, я считаю, все-таки самый-самый распространенный способ и самый минимальный разумный вот минимум. Это когда у вас есть горячее хранилище, холодное хранилище и облако. Ну, я думаю, здесь все понятно, то есть у нас есть компьютер, который синхронизируется с облаком, хотя я не советовал бы прям автосинхронизацию, сказать, я все-таки вручную перекидывал файлы, но если файлов действительно много, то можно, наверное, и автосинхронизацию сделать. Вот, и все это бэкапится обычным холодным жестким диском, который лежит у вас там, может быть, даже в сейфе или в тумбочке. При таком минимальном разбросе файлов по трем разным хранилищам, которые имеют разное происхождение, то есть разный тип, это, как по мне кажется, золотая середина, чтобы и не переплачивать, и не брать на себя ответственность за удаление этих файлов, потому что, ну, скорее всего, там, от прямой какой-то хакерской атаки облако защищено гораздо лучше, чем ваш домашний компьютер. Такого, что прям вот вас взломали везде, удалили ваш аккаунт и зашифровали вам домашний компьютер, и при этом вы достаете из тумбочки переносной диск у вас тоже не работает, но это, конечно, череда невероятных совпадений. Ну, конечно, возможно такое, но пренебрежительно маловероятное. Следующая схема подразумевает собой только локальное хранилище. Это достаточно выносливая система, которая позволит вам действительно, как и в прошлом случае, обезопасить себя практически от всех видов потери данных, то есть от всех угроз, в достаточной мере. В таком режиме получается, что USB диск у вас есть, компьютер и, соответственно, NAS сервер. Если, не дай бог, у вас случится какой-нибудь, например, пожар дома, то в таком случае вы потеряете вообще всю информацию. Выходов из этой ситуации я вижу не так много. Самый оптимальный, наверное, это разместить NAS сервер, вот как я раньше сказал, у знакомых, там, у тещи, у друга, в гараже, вот где угодно. Только главное, чтобы не у вас дома. Тем не менее, вот такая схема, она тоже небольшая, довольно-таки удобно ее можно использовать с автосинхронизацией и она позволит вам все свое хранить у себя локально, если вы по какой-то причине не хотите платить подписку вот этим вот всем сервисам или просто тупо не доверяете им, это хороший вариант. Ну и как пример давайте рассмотрим действительно высокоэффективную систему хранения данных на вот таком примере. Обратите внимание то, что это вот избыточная система, вот в моем случае, который я сейчас, вот в этом примере, который я привожу, она основана именно на NAS сервере. Что это значит? Это значит, что в центре всей этой системы именно находится NAS сервер. Когда вы создаете, например, файл какой-то на ПК, то он автоматически копируется на NAS сервер, а уже этот NAS сервер копирует его на ноутбук, на телефон и синхронизирует с облуком. При этом все это нагромождение подстраховывается холодным хранилищем. То есть вам ручками нужно просто перенести файл только на USB жесткий диск. Мы говорим про копирование файлов и защиту от потери данных. Мы не говорим про защиту от хакеров, от несанкционированного доступа и вот от этого всего. Никакая никакая система не защитит какой-то ваш там криптокошелек либо какие-то какой-то архив за парольный, если у вас пароль 1, 2, 3, 4, 5. Вот это нужно четко понимать. Ну и последнюю схему, которую я хотел бы с вами обсудить, это та схема, в центре которой уже не NAS сервер, а облако. Это на самом деле очень популярная схема хранения файлов, но я ее не рекомендую. Потому что казалось бы, давайте вот ее разберем. Казалось бы, все хорошо. У нас есть ПК, мы создаем грубо говоря на нем файл, оно копируется в облако, а потом через облако синхронизируется с нашими устройствами. Это прекрасная схема, которую знает практически любой ябочник. Но у этой системы есть один большой недостаток. Если вдруг этот облако будет скомпрометирован, а такое происходило, то вы имеете все шансы потерять все файлы моментально на всех устройствах и об этом даже не узнаете. И хорошо, если при этом у вас облако поддерживает какой-то хотя бы бэкап, какие-то старые версии файлов, есть такие услуги, но вы получаетесь в полной зависимости от провайдера вот этой услуги как облако. Настроили копирование, у вас почему-то все удалилось, такое тоже бывает, когда дети, например, могут залезть на компьютер и все удалить из облака, все это синхронизируется, и у вас вообще все файлы удалены. То есть здесь есть потенциальные уязвимости вот такой схемы, несмотря на то, что она обладает вроде бы всеми характеристиками тех схем, о которых мы говорили ранее, то есть вдруг здесь избыточность файлов достаточно хорошая и при этом используется вроде как два типа хранилища, но такую схему я бы все равно бэкапил холодным хранилищем, то есть каким-то USB диском, флешкой или вот чем-то таким, что ты всегда можешь отключить или просто оно у тебя хранится отключенным в тумбочке. Вот с этой схемой надо быть очень осторожным, но если вы в принципе доверяете такому облаку, то использовать ее можно, но я бы не рекомендовал или рекомендовал хотя бы подстраховаться одним там каким-то холодным хранилищем. Что ж, поставьте лайк, если такой ролик показался вам полезным, если есть какие-то замечания, добавления, пишите их в комментариях, мы сделаем вторую часть, если это необходимо, но этот ролик нам понадобится для еще нескольких важных роликов, чтобы понимать, как сохранить свои данные, потому что за этим будущее и это все может вам упростить жизнь или бы избавить вас от дурных проблем. Что ж, у меня на этом все, увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok